Значит, меня зовут Артем, я сегодня буду рассказывать про синхронизацию возбуждений в рамках модели Курамота и расскажу, какие результаты удалось получить за год работы. Вот, общий план проекта, в целом, общий план проекта, над которым я работаю, он выглядит примерно следующим образом. То есть, для начала мы хотим понять, как устроена синхронизация в самых простых сетях и будем рассматривать эту синхронизацию в рамках модели Курамота, поскольку она является такой очень объезженной, обкатанной и про нее много известно. Вот, затем мы попробуем применить результаты, которые нам удалось получить для простых сетей, уже в каких-то реальных сетях, возможно, рассмотреть данные, которые есть в открытом доступе, чтобы сказать что-то о том, насколько хорошо наш подход вообще работает. Вот, глобально, значит, весь мой проект, он посвящен, по сути, тому, как можно описать нейронаучную задачу. То есть, вот есть задача про синхронизацию нейронов, есть задача про мозг и как устроена в нем динамика. Как описать вот такую нейронаучную задачу в терминах физической системы и можно ли, анализируя свойства этой физической системы, сказать что-то новое про синхронизацию. Вот, за текущий год результаты в основном были связаны с тем, что как модель Курамота себя ведет на простых сетях. И мы вроде как достигли понимания, что есть некоторая связь синхронизации с информационной геометрией. Вот, я в детали вдаваться не буду, потому что, ну, в детали, в смысле, теоретически, потому что времени маловато, но если будут вопросы, то потом с удовольствием отвечу. Вот, глобально ситуация выглядит следующим образом. То есть, есть некоторая сеть, у этой сети есть топология, которая задается матрицей АИТ-ЖИТА, и на вершинах этой сети, то есть в узлах этой сети, на вершинах графа, мы рассматриваем модель Курамота, уравнение движения, которое выглядит вот таким образом. Эта модель состоит из осцилляторов, у которых есть собственные частоты ОМЕГАИТА, и эти осцилляторы взаимодействуют с собой каким-то сложным… Ой, они взаимодействуют с собой через нелинейность, через синус, и лямбда – это константа связи, которая контролирует, насколько это взаимодействие сильное. Вот. Эта модель, она в целом универсальна для описания явления синхронизации, и вот широко применяется, по крайней мере, в некоторой части нейронаучного сообщества, что определенные надежды вызывает, что это действительно не пустая задача, так сказать. Вот. И самая большая проблема в том, что АИТ-ЖИТА в общем виде, то есть когда мы рассматриваем какую-то сложную сеть, модель Курамота на этой сложной сети, с каким-то общим видом этой матрицы, ее, вообще говоря, решить невозможно, но есть некоторые намеки о том, что все-таки определенного прогресса для достаточно простых сетей, а может быть и даже для достаточно сложных, можно добиться. Вот. Первый результат, который я хотел бы рассказать, то есть мы рассмотрели минимальное усложнение, есть граф звезда, про модель Курамота на графе звезда все известно, там есть фазовый переход первого рода, то есть синхронизованное состояние от несинхронизованного отличается, это переход из несинхронизованной фазы в синхронизованную, это переход первого рода. Вот. Мы рассмотрели минимальное усложнение, просто рассмотрели граф длинная звезда, когда мы делаем лучи более длинными, то есть добавляем еще вершины на лучи звезды, и мы получили следующие интересные результаты. Во-первых, мы увидели то, что переход синхронизации уже в такой, казалось бы, простой сети оказывается достаточно сложным, он оказывается смешанным, синхронизация происходит пошагово, и в режиме сильной связи, то есть когда взаимодействие очень сильное, и в пределе большого числа вершин, когда вершин на графе много, то синхронизация пропадает. Вот. Чтобы мои слова были более понятны, давайте я вам покажу какие-то картинки. Вот на этой картинке изображена, собственно, звезда, про которую все известно, и, собственно, длинная звезда, которую мы рассматривали, для которой получили результаты. Вот. Если построить фазовую диаграмму, на этом рисунке построена фазовая диаграмма для модели Курамота, для длинной звезды, по оси Y это параметр порядка, то есть по сути мера синхронизации, по оси X это просто константа связи. Здесь построено для разных графов с разным числом лучей и с разной длиной луча. Но ключевой момент заключается в том, что уже даже с этой диаграммы видно, что фазовый переход устроен сложно. Вот. Тут я двумя линиями отметил как минимум две критические константы, которые определяют вот эту вот пошаговую синхронизацию, когда часть вершин синхронизована, а часть вершин не синхронизована. И вот этот результат вызывает большой интерес, потому что уже для такой простой сети фазовая диаграмма становится сильно сложной, и фазовый переход устроен нетривиально. Вот. Следующее, то, что хотелось бы обсудить, вот здесь мы рассматриваем предел большого числа вершин, то есть мы просто рассматриваем звезду с очень длинными лучами и с большим количеством лучей. И вот здесь рыжей кривой построено аналитическое выражение для параметра порядка как функции константы связи, а точечки это численный счет, это симуляция. И видно, что вот при больших константах связи, когда там лямбда порядка трех, лямбда порядка шести с половиной, синхронизация пропадает. Да, и это такое интересное место, то есть, а как это вообще происходит, почему синхронизация пропадает в такой системе? Оказывается, что возникает состояние, когда степени свободы, то есть исцеляторы, они собираются в кластеры, и эти кластеры распределены по окружности, это вот по сути фазовые диаграммы, ой, это по сути фазовые портреты. Асцеляторы собираются в кластеры, и эти кластеры расположены в вершинах правильного многоугольника, и, собственно, поэтому параметра порядка обращается в ноль. Следующее, чем я занимался, мы рассмотрели модель Курамото с шумом, и опять же, мы взяли граф-звезду, рассмотрели модель Курамото с шумом, которая называется моделью Курамото Шикагучи. И поскольку времени мало, позвольте я немножко пролистаю. Постановка выглядит следующим образом. Давайте рассмотрим модель Курамото с шумом на графе-звезде, изучим, как ведет себя предел большого числа вершин, и зададимся вопросом, есть ли в такой системе фазовый переход, и если он есть, то какого он рода, и как он устроен. И результаты состоят в том, что оказалось, что можно в пределе большого числа вершин задачку решить более-менее аналитически, и есть кроссовер между фазовым переходом первого рода, между так называемой разрывной синхронизацией, и между фазовым переходом второго рода, когда переход синхронизации непрерывен. И также оказалось, что смена рода фазового перехода происходит при достаточно большом шуме. На картинке это можно рассмотреть вот так. Здесь опять показаны фазовые диаграммы по оси Y, отложен параметр порядка в пределе большого числа вершин, по оси X константа связи, а кривые – это, собственно, параметр порядка как функция константа связи. И видно, что вот на этих кривых с ростом шума пропадает гистерезис. То есть кривая, она вот из такой S-образной становится гладкой, без загибов, так сказать. Это же можно пронаблюдать в случае, когда у нас число вершин уже не бесконечное, но все-таки достаточно большое. И вот здесь вот очень хорошо видно исчезновение гистерезиса. Здесь первая картинка – это стрелочка вверх, это когда мы константу связи увеличиваем, а стрелочка вниз – это когда мы константу связи уменьшаем. И вот здесь опять видно, что при достаточно больших значениях шума гистерезис пропадает, и фазовый переход меняет свой род. Сначала он был первого рода, то есть разрывный. Потом с ростом шума он становится второго рода, он становится непрерывным. Далее мы задались вопросом следующего рода. То есть про модель Курамота на полном графе, когда все со всеми взаимодействуют, все известно, много результатов есть, и показано, что есть описание в терминах гиперболической геометрии. Но нет понимания, откуда эта гиперболическая геометрия вообще берется, откуда это гиперболическое пространство появляется в такой задаче. Но есть вот это гиперболическое описание, намекает на то, что синхронизация, скорее всего, связана с энтропией. Но как именно, опять же, непонятно. И нам удалось показать, что вот это гиперболическое пространство является статистическим многообразием. То есть оно образовано функциями распределения из одного семейства. Далее мы показали, что градиентный поток, вот модель Курамота на полном графе может быть описана в терминах градиентного потока. И вот этот градиентный поток, он является потоком на том самом статистическом многообразии. И более того, оказалось, что синхронизация на полном графе в модели Курамота, она связана с расходимостью Кульбака-Лейблера. То есть расходимость Кульбака-Лейблера, по сути, может быть использована как мера синхронизации. Вот, это получается как раз то, как выглядит уравнение градиентного потока в модели Курамота. И поскольку там уже времени совсем мало, давайте я вам покажу картинки и их прокомментирую. То есть расходимость Кульбака-Лейблера может быть связана с синхронизацией. И сама расходимость Кульбака-Лейблера на самом деле связана с фишерской информацией, с фишерской метрикой. И оказалось, что метрика Фишера, она чувствительна к синхронизации и может эту синхронизацию видеть. Вот, мы показали, как это выглядит в случае модели Курамота с шумом. Вот здесь построены две компоненты метрики Фишера. И видно, что когда константа связи приближается к критической, то есть точки перехода, метрика Фишера себя ведет необычным образом. Например, первая компонента, она вообще ниже критической константы не существует, а после этого начинает существовать. А вторая компонента метрики Фишера, она просто обращается в ноль и только после критической константы начинает расти. Вот, то же самое можно из таких вот графичков увидеть, когда мы строим компоненты метрики Фишера как функции параметра порядка и отношения константы связи. Вот, я уж немножко залезу в вопросы, совсем ненадолго. То есть, итоги первого года можно сформулировать следующим образом. Непрерывный предел, когда у нас большое количество вершин модели Курамота, он на самом деле топологию графа наследует. И вот этот непрерывный предел, он нетривиальные свойства демонстрирует. То есть, то, что фазовые переходы там есть и все такое. Вот, стахастика, то есть добавление шума в модель может сильно влиять на синхронизацию, что, вообще говоря, известно, но аналитических результатов мало. И синхронизация оказывается тесно связанной с информационной геометрией. Вот, то, что планируют делать дальше. То есть, поскольку мы установили связь между синхронизацией и информационной геометрией, мы хотим попробовать это связать с так называемой integrated information. Вот, потому что, по всей видимости, связь там есть. А дальше мы пытаемся переформулировать модель Курамота в терминах спиновых цепочек, чтобы как раз ответить на вопрос, как можно сформулировать нейронаучную задачу в контексте физической системы. Вот, всем спасибо, буду рад ответить на ваши вопросы.